Чтобы улыбнуться или засмеяться, люди сначала задействуют глаза, а затем губы. Тот, кто улыбается лишь при помощи губ, скорее всего, только притворяется веселым. Представьте свою идею так, будто она принесет пользу всем. Если это невозможно, предложите что-нибудь со своей стороны. Но сделайте все так, чтобы казалось, что вы просто проявляете уважение. Некоторые люди сопротивляются любой попытке их подкупить. Если же собеседник играет с волосами или держит их в руке, это не очень хороший признак. Таким образом, он пытается заполнить неудобную паузу или успокоить нервы. Предположим, вы играете в эту игру, чтобы определить, кому придется делать что-нибудь неприятное. И вот вам секрет, который поможет вам выиграть. Прямо перед игрой задайте своему оппоненту какой-нибудь вопрос. А после этого сыграйте в камень-ножницы-бумага. Скорее всего, ваш противник выберет ножницы. У этого человека теплое рукопожатие и объятие? Или от него хочется бежать как можно дальше? Кстати, о рукопожатиях. Они сами по себе отдельный язык. Влажная ладонь определенно указывает на нервозность. Есть слабое и вялое рукопожатие, которое обычно означает, что у человека низкая самооценка. Когда вам сильно сжимают руку, это значит, что человек привык доминировать. А еще есть рукопожатие, которое больше похоже на объятие, когда человек обнимает вашу руку обеими своими. Специалисты по языку тела говорят, что это нарочная попытка показать свою привязанность и укрепить отношения с другим человеком. Смех может обозначать радость, уверенность, облегчение, любовь, отвращение, дискомфорт и даже страх. Если брови опущены и сведены, и между ними собрались вертикальные складки, будьте осторожны. Человек злится на вас. Когда человеку грустно, внутренние уголки его бровей сведены вместе и приподняты. Поддержите его, ему это очень нужно. Обратите внимание на глаголы в речи собеседника. Некоторые любят говорить «я решил сделать то-то». Другие предпочитают сообщать об уже выполненных задачах. Это позволяет вычислить людей, которые не бросают слов на ветер. Различные исследования, проведенные начиная с 1933 года, показывают, что рассказывая другим людям о своих мечтах и целях, вы, скорее всего, будете меньше стараться достичь их, чем если бы вы держали свои мысли на этот счет в секрете. Если вы хотите, чтобы другой человек с вами согласился, кивайте, когда приводите свои аргументы. Не факт, что это сработает со всеми, но кивки создают впечатление, что вы знаете, о чем говорите, и вам интересна эта тема. Тогда ваш собеседник поверит, что вы говорите правду. Мозг способен автоматически уловить разницу между фальшивым смехом и настоящим. В нем есть особая зона, ответственная за понимание эмоций окружающих. У людей, которые легко начинают смеяться, заслышав чужой смех, это получается особенно хорошо. Уверенный человек говорит мягким и твердым тоном, выдерживает громкость на комфортном и стабильном уровне. А его слова остаются на одной высоте. Те самые натянутые голосовые связки, о которых я говорила в пункте о стрессе, у уверенного человека расслаблены. Это обеспечивает ровный поток воздуха, поэтому голос звучит спокойно и непринужденно. Люди воспримут такого человека как сильного и уверенного в себе. Человек кажется требовательным, расчетливым и холодным. Его также вряд ли будут воспринимать всерьез. К тому же такой голос часто раздражает людей. Если ваш голос подходит под эту категорию, что же с этим делать? Попробуйте шире открывать рот, когда говорите, чтобы звук шел прямо через ротовую полость, а не через нос. Одно исследование доказало связь между тем, насколько привлекательно и приятно звучит голос, и тем, насколько человек физически красив. Ой, мне всегда об этом говорят, но помните, это стереотип. А значит, не работает для всех, поэтому отнеситесь к нему скептически. Есть вещи, которым удается смешить нас лучше других. Видео, в которых кто-то пытается не смеяться, работают на ура. А поскольку смех заразен, в телешоу часто пускают его запись после смешных сцен, чтобы аудитория присоединилась. Этот эффект получил название «порядковый эффект». Первое имя в бюллетене всегда побеждает в одних из десяти выборов. Также это правило срабатывает, когда вы выбираете товары онлайн. Например, порядок, в котором появляются товары, становится более важным фактором выбора, чем качество этих товаров. Шансы засмеяться над чем-то в тридцать раз выше, если вы находитесь в окружении других людей. Так что это скорее не реакция, а способ социализироваться. Во время учебы в школе учительница всегда спрашивала, есть ли у кого-нибудь вопросы. И после неловкой паузы она всегда мрачнела. Как после такого получить положительный ответ? Задавайте вопросы и предлагайте решение. Это отличный способ показать свою заинтересованность. Это добавляет ценность обсуждаемому вопросу и человеку, с которым вы разговариваете. Сложно обманывать собеседника, глядя ему прямо в глаза, ведь лжец боится, что его разоблачат. Если ваш визави постоянно смотрит в сторону, возможно, он старается что-то скрыть. Исследование, проведенное колледжем Колорадо и опубликованное в журнале по экспериментальной психологии, показало, что если вы убедите себя, что хорошо отдохнули ночью, то производительность вашего мозга увеличится, и это срабатывает, даже когда вы не выспались. А вот жалобы на свое состояние имеют абсолютно обратный эффект. Так что не стоит просить своих друзей или коллег пожалеть или посочувствовать вам. Лучше всего притвориться, что ночью вы спали без задних ног. Вспомните, как обычно звучит голос вашего собеседника, а затем прислушайтесь, как этот человек разговаривает с вами. Если вы ему симпатичны, то он его голоса станет чуть выше. Попросите у человека ручку или карандаш. Это небольшая услуга, но если вы не нравитесь человеку, он вам откажет. С другой стороны, он может решить все-таки помочь вам, ведь это такая мелочь, и в конечном итоге посчитать, что вы не так уж и плохи. Прикосновение к бровям или лбу – это попытка прервать зрительный контакт и собраться с мыслями. Возможно, человек находится в трудной ситуации и думать о чем-то другом сейчас не в состоянии. Доктор Роберт Провайн обнаружил, что всего 10% наших хиханик да хаханик вызваны сутью шуток. Если вы приближаетесь к группе разговаривающих коллег или друзей, и они вас видят, обратите внимание на их ступни. Если они рады принять вас в свой разговор, их торс и ступни будут повернуты к вам. Но если повернут только их торс, а не ступни, то они не хотят, чтобы вы к ним присоединялись. Это также может указывать на то, что они сплетничают о вас. Ровный и теплый тон голоса создает впечатление, что у вас все под контролем и вам комфортно. Отличный индикатор того, что вы идеально контролируете свои эмоции. Если темп речи довольно быстрый, а тон высокий, голос может звучать истерично, нервно и тревожно. Люди подумают, что вы не можете справиться с эмоциями, что вы непрофессиональны и небрежны. Если собеседник начинает покусывать губы, остановитесь. Он нервничает и пытается успокоиться. Сжатые челюсти говорят о том же. Для вашего собеседника разговор идет в неприятном направлении. Опущенные уголки губ указывают на то, что человек чем-то опечален, даже если он утверждает, что это не так. Удерживает ли человек зрительный контакт? Если нет, он может что-то скрывать или просто стесняться. У него добрый, заботливый взгляд. Такие глаза словно улыбаются. В них легко видится сочувствие. В них легко смотреть. А вот злые глаза обычно немного прищуренные. Они напрочь лишены сострадания и смотреть в них очень сложно. Доверьтесь своей интуиции, когда встречаетесь с кем-то взглядами. Это даст вам понять намерение собеседника. Прикосновение к носу – это признак того, что вам лгут. Скорее всего, человек проверяет, не растет ли у него длинный нос, как у Буратино. Давайте предположим, что вы с другом в супермаркете много всего купили. Вы болтаете, смеетесь и оплачиваете свои покупки на кассе. Вручите другу пакеты, не прекращая разговор. Он даже этого не заметит. Так что вы донесете одинаковое количество пакетов до машины. Если руки скрещены за спиной, то это уже говорит совсем о другом. Злость превращается в спокойствие, и человеку больше нечего бояться. Потирание рук – это позитивный знак. Это все равно, что сказать «наше сотрудничество будет выгодным для нас обоих». Пары, которые смеются вместе, будут с большей вероятностью жить долго и счастливо. Команда психологов в главе с Буазом Кейсером из Чикагского университета выяснила, что важные решения лучше обдумывать на неродном языке. Так как чужой язык требует больших ментальных усилий, что делает процесс принятия решения более медленным, менее пристрастным и более надежным. Это также улучшает ваше аналитическое мышление. Кроме того, ваши эмоциональные реакции на некоторые слова приглушаются, когда вы думаете на иностранном языке. Так что попробуйте использовать эту технику, когда в следующий раз будете принимать трудное финансовое решение. Если вы точно знаете, что ваш сосед не позволит вам закатить вечеринку и пропустить очередь убираться в квартире, начните с просьбы, на которую он с меньшей вероятностью согласится. Так у второй больше шансов на успех.